Звук везде бесполитно бегать. Это правда. Но здесь зато удачнее вы получаетесь на фоне этой замечательной люстры и видно синее сердце. Да, это правда. Тема сердца является самым главным в творчестве Маши. Она в нем чертает вдохновение. Дело в том, что Маша считает, что все чувства и эмоции идут от сердца. Они могут быть как положительными, так и негативными. И в любом случае это все завязано в нашем сердце. Двойственность отрыва наших чувств, когда-то возражает большое синее сердце. Я думаю, мы еще куда пойдем. Это сердце расколото на две половинки. Что, собственно, и символизирует двойственность чувств. Дальше мы прям ходим обратно. И уезжаемся из серии «Путь». Она начинает с позиции точно так же, как серия сердца. Потому что это вторая очень важная тема. Путь символизирует движение, жизнь, постоянное развитие и самосовершенствие. Эти животные везут в сторону, по кругу, как раз-таки, зазывая нас с собой. Пойдите, может, по этой линии. Дальше вы видите перед собой полотно. Мы можем подойти по кругу. Животные, представленные на этих полотнох, на этой работе, это, опять же, собирательный образ чувств, которые мы вносим всегда с тобой. По мнению художницы, мы на протяжении всей своей жизни копим чувства и эмоции. И это наш груз. Но также это то, что помогает нам стремиться внутри. Дальше мы проходим следующий серийный образ, который находится в посередине зала. И она представлена такими необычными предметами, как редимей. Вот эта пушевая игрушка, она играется не декоративным оформлением, а частью экспозиции. В современном искусстве, в современном искусстве, есть такое... Мы можем даже потом пройти, чтобы было лучше. Мы можем даже сказать, что это автором. Леди Мэйд. Это художественное направление наравне со всеми другими жанрами, как жила здесь, графическая печать, структура. Особенно искусство это является совершенно обыденным явлением, когда художник использует уже готовые предметы. Эти животные в разных частях зала. Они прячутся в пустах, как наши страхи. Потому что, собственно, они... Для внимательного зрителя, да? Для внимательного зрителя. Если вы пройдете потом по залу, вы можете заметить, там где-то прячется в пустах, или у врача смотрит глаз. Длинный глаз. Вот. Далее мы проходим следующую серию. Она располагается в ходе этой группы. И называется «Покой». Эта серия посвящена чувствам счастья, принятия, любви и умиротворения. Дело в том, что художница, когда переживала тяжелые времена в своей жизни, она пыталась найти спасение в искусстве, в живописи. И писала приятные для себя вещи. В частности, она изображала очень приятных, милых животных. Писала слова покоя, умиротворения, тепло. И это грело ее душу. В основном, мы, если хотим найти спасение, вы можете дойти к этим работам. И это все на самом деле. И это все на самом деле. Пожалуйста, спрашивайся на это. Да, действительно все спрятано. Да, он выглядел на это, что прислал. Выглядывайся на это. Да, ладно.